Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Сегодняшняя наша цель – заставить вас задуматься о привычках, чтобы ваш дом стал максимально безопасным. Мытье сырой курицы. Мытье сырой курицы может увеличить вероятность того, что бактерии распространятся по всей вашей кухне и к другим продуктам питания. Немедленно прекратите это и продезинфицируйте раковинную столешницу, если вы недавно вымыли курицу на кухне. Не убирать под холодильником. Вы, вероятно, регулярно вычищаете до блеска свою кухню, особенно если у вас дети или домашние животные. Но, скорее всего, забывайте убрать под холодильником. Здесь пыль может накапливаться в огромных количествах, ведь это труднодоступная область. Пыль и волосы могут накапливать бактерии и усиливать аллергию. Не стирать полотенца. Кухонное полотенце – наилучшая почва для размножения микробов в доме. Это ставит вашу семью под угрозу пищевого отравления. Эксперты говорят, что вы должны менять кухонное полотенце каждый день, чтобы избежать этих рисков, особенно если вы готовите сырое мясо. Оттаивание еды на прилавке. Вредные пищевые патогены быстро размножаются, когда продукты находятся в опасной зоне между 4 и 60 градусов по шкале Цельсия. Вместо этого всегда размораживайте продукты в холодильнике, холодной воде или микроволновке. Не моете руки. Мыть руки важно, особенно работая с едой. Но большинство людей делают это недостаточно часто или даже слишком долго. Скорее всего, вы не забудете помыть руки перед тем, как начать готовить. Но также важно вымыть их снова после того, как обработаете сырое мясо, после прикосновения к домашнему животному. Не менять губки для посуды. Лучше заменять губки один раз в неделю. Также можно ориентироваться на запах. Можете чистить губки отбеливателем, чтобы продлить их, но покупка свежей губки – единственный способ гарантировать, что вы не будете случайно распространять микробы по всей кухне. Опираться только на запах и внешний вид. Вы должны принимать решение о судьбе остатков пищи, основываясь на том, как долго они у вас были, а не о том, как они выглядят. Разрешать домашним животным гулять по всей кухне. Центр по контролю за заболеваниями рекомендует хранить припасы для питомцев вне кухни и чистить их предметы как можно дальше от кухни. Также обязательно мойте руки перед приготовлением пищи, если вы общались с домашними животными. И держите их подальше от кухонных поверхностей. Ваша кошка может выглядеть мило на прилавке, но микробы не стоят того. Ключ к сохранению вашей кухни в чистоте и безопасности семьи – максимально предотвратить распространение микробов. Подумайте о том, как вы делаете уборку. И если есть способы, лучше защитить свою семью. Оно того определенно стоит. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. А также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.